друзья приветствую вас на канале ниндзя капитал это вторая часть воскресного субботнего обзора давайте сейчас обсудим изменения позиций на фарсе ммвб а также что ждет российские индексы ммвб ртс на предстоящей неделе так друзья давайте начнем с индекса ртс здесь юридические лица делают ставку на то что в понедельник мы получим по ртс корректирующий откат далее давайте посмотрим что там происходит какие расклады по акциям ну разумеется по тем фьючерсом которые наиболее ликвидны либо по которым движение имеют достаточно весомую корреляцию между изменением позиции тем что происходит на следующий день так далее фьючерс на акции сбербанк здесь ставка на коррекционный отскок и рост акций сбербанк втб ну здесь конечно не сказать что уж такие показательные объемы позиций тем не менее по втб ставка на то что по втб будет боковик боковый втб немножко хандрит несмотря на то что у него остались цели не отработанные в огромном количестве этот пожалуй две такие акции которые в этом плане интересно это втб русгидро есть еще газпрому он более такой тяжеловесный из газпромом основная идея отыграна здесь осталось только если сейчас ситуация более или менее стабилизируется то мы увидим по газпрому движение в район 356 370 но здесь ход движение по сравнению с запасом хода который втб русгидро он конечно очень невелик вот итак по втб ожидания боковика но это на понедельник на утро возможно в течение дня так далее газпром по газпрому ставка на то что газпром будет проседать лукойл здесь тоже ставка на снижение но лукойл не очень показателен потому что здесь невелико количество открытых позиций так а вот по норникелю прям бои заряд на то что норникель будет отскакивать и расти в понедельник так нлмк ставка на продолжение отката снижения но здесь сами видите ликвидность этого фьючерса невелика так друзья далее сишка рубль доллар здесь ставка на то что рубль будет долго укрепляться несмотря на геополитические риски которые в последнее время обострились здесь есть ряд моментов которые играют на руку рублю ну в частности то что на предстоящей неделе и через неделю достаточно обширный налоговый период и соответственно огромная потребность в рублях ну и других много интересных факторов которые мы чуть позже отдельно обсудим евро рубль здесь наоборот вот здесь кстати интересный очень диссонанс возникает по евро рублю ставка на то что евро к рублю вырасти что никак не увязывается ситуации в рубль доллар где как мы с вами видим идет ставка на то что рубль будет доллару значительно укрепляться но по крайней мере со стороны юридических лиц но здесь как будут развиваться события более детально и какие здесь есть пертурбации коварные взаимосвязи мы обсудим в понедельник с утра перед открытием торгов потому что надо получить ответы на ряд вопросов которые будут в общем-то в понедельник с утра в частности то как насчет торговаться китай исходя из этого дым от пороха рассеется и можно будет попытаться прицелиться и успешно попасть в цель так друзья евро доллар ну здесь ставка на боковик вообще евро доллар эта штука такая очень загадочная с одной стороны она определяет движение капиталов и много того из что происходит в финансовой сфере в мире но с другой стороны порой она себя ведет по меньшей мере зачарована так британский фунт но здесь тоже видите ликвидность не столь велика здесь ставка на то что британский фунт доллару будет ослабляться так иена ну иена вообще здесь не показатель очень маленькое количество открытых позиций почему я вот эти две штучки показал задают вопрос почему я там не освещают другие валютные пары инструменты и так далее я вам просто показал какое здесь количество и как это количество сравнивается с ключевыми инструментами с тем же рубль доллар фьючерс ртс то здесь вообще как бы очень низкий интерес к такого рода инструментом а чем ниже ликвидность чем меньше открытых позиций меньше объем торгов тем соответственно здесь умение скажем так вот эти движения которые происходят они адекватно влияют на то что будет на следующий день потому что когда здесь низкая ликвидность по сути здесь может быть какой-то игрок он свои какие-то локальные вопросы решает хеджирует валютные риски или допустим делает там определенные ставки свои какой-то деятельности и поэтому то что касается низко ликвидных фьючерсов измене позиции в них я думаю это очень слабый и недостоверный показатель так друзья далее нефть по нефти ставка на то что будет боковик ну здесь видите такое изменение позиции если опираться на мнение юридических лиц то здесь нету уверенной ставки на то что будет рост и ну как бы на снижение я думаю тоже нет потому что там был отбой от уровня фактически отбой от уровня 72 вот и поэтому это нефти придаст определенную устойчивость потому как если она пройдет и 72 там уже будет просто fall down мощнейшим и я думаю наиболее вероятность сценарий в понедельник нас ждет боковик попытка нефти потестить 74 возможно закрепиться и пойти выше но с учетом того что пробили 74 я думаю здесь наиболее вероятность сценарий это проторговка в диапазоне 72 74 как детально по нефти будут развиваться события мы рассмотрим перед началом торговой сессии так далее серебро по серебру ставка на то что серебро будет снижаться ну по серебру есть определенный броне уровень который мы с вами в пятницу и вчера по моему тоже я обсуждал при анализе соты софтиси серебро конечно инструмент в части среднесрочных и долгосрочных каких-то инвестиций или скажем так длительных спекуляций она наверное даже весьма интересно для более каких-то коротких движений она менее интересно потому что там не высока ликвидность и ну там есть определенные нюансы которые они мешают его так активно гонять туда-сюда ну а на текущий момент возможно будет тестирование в понедельник нижних границ но здесь таки напрашивается 25 и 5 возможно 25 и 4 по 10 по фьючерсу и вот если уже пробой будет 25 и 4 то здесь наверно движение вниз она весьма серьезный характер примет я пока бы не делал ставку на то что такой пробой произойдет и будет достаточно ощутимое снижение по крайней мере движение 100 сфтиси они не подтверждают то что по серебру ожидается и предполагается ну какой-то сильный коррекционный откат вниз либо обвал поэтому здесь по серебру весьма вероятно тестирование вот этой нижней границы 25 и 5 25 и 4 но есть еще там ключевой уровень в районе 25 и два по-моему находится но скорее всего 25 и 4 движение вниз она весьма вероятно ограничиться так друзья по золоту по золоту по золоту юрики сделали ставку на то что золото в понедельник с утра либо в течение дня будет проседать это не бьется с данными по 100 сфтиси где американские спекулянты сделали ставку на рост золото тем не менее 100 сфтиси это движущая сила на неделю на половину недели а вот эта ставка она может быть отыграна в первый час торгов так друзья далее природный газ но смотрите здесь конечно ликвидность в природном газе не айс тем не менее юрики делают ставку на то что природный газ должен нас порадовать в понедельник движением вверх что зима хорошо для газпрома и для новотека так друзья далее платина но смотрите конечно золотом здесь не шибко ликвидность высокая на понедельник по платине ставка на то что платина будет корректироваться и двигаться вниз но в целом на неделю по платине достаточно позитивные ожидания там и технически картина указывает на рост и позиции 100 сфтиси по моему тоже там достаточно позитивные по платине палладий ставка на понедельник на коррекционный откат то же самое что и по плате но обращаю внимание по пути но и там ликвидность и количество открытых позиций мягко говоря не айс и поэтому вот эти изменения какие-то скажем так частные игроки либо компания не могут решать какие-то свои локальные задачи путем открытия длинных или коротких позиций по платиной дам так друзья давайте сейчас немножко по акциям еще взглянем итоги торгов то как у нас закончилась пятница но по объему несомненно лидирует сбер газпром гмк немножко сдвинули гмк северсталь алрос они занимают почетные третьи места так называемые ну и во вторые лидеры выбились сургуты преф и лукойл ну и судя по ожидаемым событиям на предстоящей неделе прифы сургута будут активно гонять туда-сюда так друзья давайте посмотрим что у нас в движениях по индексам ртс беру индекс ртс четырехчасовой таймфрейм это ну здесь у нас вот эта страшная штука которая пошла она указывает на то что на текущий момент идет даун тренд но то как мы закрылись пятницу указывает на то что высока вероятность того что понедельник в первой половине дня будет коррекционный отскок цель этого отскока движения вот сюда вот в район 1640 1640 1630 если отскок не происходит если сразу идет пробитие уровня 1600 1580 в этой ситуации весьма вероятно вот это движение нисходящее она продолжается и цель этого движения будет 1550 это следующая точка на которой может произойти разворот и коррекционный отскок пока здесь с одной стороны вроде бы такой явный разворотной информации не на дневке не на 4 часа веке не наблюдается но тем не менее тут затронули достаточно важный уровень это 1600 и на этом уровне пошли сделки которые указывают на то что российские акции и фьючерс ртс активно откупали но с другой стороны обращаю внимание что позиция на фарсе и ммвб по фьючерс ртс указывает на то что снижение вниз она будет продолжаться поэтому надо посмотреть как откроется площадка в понедельник с утра и что будет с китаем вот эти две неизвестные уравнение они дадут понять как в понедельник в первой половине дня и в течение дня будут развиваться торги ну а пока по ключевым если рассматривать таймфреймом дневка неделька здесь слон растущего тренда и соответственно отсюда должен родиться коррекционный откат у которого цель движения первое но первая она вот куда-то сюда 1550 то что мы с вами по 4 часа веку и видели и следующая цель движения спуститься в район 1430 1450 опять же здесь июль месяц все должно быть хорошо все должны отдохнуть набраться сил энергии чтобы в августе уже по-нормальному сходить вниз так друзья далее ммвб индекс ну конечно в большей степени привязан к тому что происходит на российском рынке здесь единственное доллару и составляющей недельный таймфрейм беру здесь ситуация вполне очевидно и произошел разворот и у этого разворота цель коррекционного отката находится в районе 3450 что необходимо что должно произойти для того чтобы этот разворот подтвердился и пошло вот это падение но для этого должно быть пробитие устойчивое уровне 3743 1720 вот здесь если возникает пробой и проторговка то мы идем вниз если этого не будет если мы удерживаемся на текущих значениях выше уровня 3770 3800 то есть если затягиваемся сюда то все хорошо и это консолидация она будет еще какое-то время продолжаться но вопрос только какое время потому что у нас у август там масса всяких нюансов вылезает и поэтому но здесь уже как бы что называется на излете движения с моей точки зрения там есть несколько идей которые имеют потенциал для роста для развития но в целом как бы весь рынок он с учетом оттока капитала находится в достаточно таком непростом положении так ну и под девочкам у нас здесь в общем то идет падеж здесь единственно какой момент понедельник вторник если будет затягивание выше уровня 3800 то вот эта вся ситуация которая здесь возникла она разрушена она разрушена и переходим консолидацию если хотя бы одну две торговые сессии продолжается движение вниз это скорее всего просто повырывает стопы установленные и полетит она достаточно ощутимо на нижние уровни так ну 4 часа вик здесь схожий с тем что происходит в ртс единственно ммвб скажем так более такой негативный сценарий просматривается нежели чем у ртс вот ну здесь как бы поправка идет на то что происходит в паре рубль доллар потому что 20 числа июля сейчас налоговый период очень активно по крайней мере до 28 июля будет протекать и соответственно это дает преимущество для ртс в целом ситуации указывает на то что весьма вероятно разовьется падение в ближайшее время несколько картина 2008 года отличается ну и по большей части с моей точки зрения здесь ставка либо на какой-то коротенький отскок вверх либо на пробой в ближайшие дни и движение вниз с учетом того что конец июля наверное все таки пока как бы страстей постараются избежать и удержать вот в этой проторговки но если вдруг случится чудо которое будет заключаться например в том что экономика китая внезапно начнет показывать еще больший рост или в сша придут все тары торнадо которых за 10 лет не собиралась там все вышки накроются нефтяные мексиканском заливе и в других регионах то нефть если улетает на 94 конечно по российскому рынку мы увидим здесь отбой и движение на новые чудесные уровни ну это один из возможных сценариев пока я бы на него особо ставку не делал посмотрим как метеорологическая ситуация в соединенных штатах будет развиваться ближе к середине августа так друзья но общем то это все позиции по ммвб мое видение по российским индексом спасибо за внимание наслаждайтесь выходными набирайтесь сил если вам понравилось поставьте лайк подпишитесь всего наилучшего